Всем привет! Меня зовут Денис Кожев. В этом видео, друзья, мы с вами познакомимся с новыми интерфейсов 3D Max. Как только вы открыли 3D Max и настроили его правильно, об этом я говорил в предыдущих видео, ссылка на него здесь. Переходите и смотрите, как правильно настроить интерфейс под себя. Так, дальше. Какие у нас есть основные инструменты в интерфейсе? Это наша рабочая область, видовое окно. Нажимаем горячую клавишу Alt-W, таким образом мы разворачиваемся и видим все наши 4 видовых окна. Дальше. Стандартно, как и в других программах, есть файл, редактирование инструмента и прочее-прочее другое. Перейдем сразу к практике. Здесь у нас панель создания объектов. Здесь геометрия создается стандартные примитивы, как коробка, бокс, сферы и многое другое. Также есть вкладка Extended Primitives. Здесь более сложные объекты. Попробуйте, посоздавайте каждый из них. Посмотрите, как это все работает. Вам будет полезно просто знать об основных объектах в 3D Max. Дальше у нас есть линии. Также попробуйте посоздавать их. Посмотрите, какой инструмент работает. По поводу навигации, даже не навигации, а каких-то основных инструментов работы с объектами. Создадим бокс для примера. У нас есть клавиша Select Object, горячая клавиша Q. Если уже инструмент выбран, то, как вы видите, нажимая клавишу Q, меняется тип выделения. Нажав правую клавишу, зажав левую клавишу мыши и подержав ее над инструментом, появится вот такое вот сплавящее окно, где вы можете отдельно выбрать какой-то нужный вам инструмент выделения. Дальше у нас есть Select and Move. Таким образом мы можем перемещать наши объекты. Горячая клавиша W. Горячая клавиша E. Мы включаем инструмент вращения. Можем вращать по любой из осей. Как и в других программах, Ctrl-Z отменяет предыдущее действие. Также у нас есть инструмент масштабирования. Это горячая клавиша R. Также, тягая за треугольник, мы можем масштабировать наш объект. Дальше у нас есть привязка. Горячая клавиша S. Это привязка к точкам. Следующая привязка. Горячая клавиша A. На клавиатуре это привязка угловая. И еще у нас есть инструмент отражения зеркала. Выбирайте просто какую-то овощу, которую вы хотите отразить. И объект отражается. Также тут можно выбрать отражать как копию, либо просто отразить этот объект. Это то самое основное, что вам нужно знать в самом начале. Надеюсь, это видео вам было полезным. Пишите комментарии, что вам понравилось, не понравилось. Если вы хотите первыми получать новые видео, подписывайтесь на мой канал. Также для тех, кто хочет бесплатно получать всякие вкусности, модели, текстуры и многое-многое другое, переходите по ссылке. Это доступ в наш закрытый клуб, в котором я это буду расставать своим подписчикам. До встречи в следующих видео. Пока-пока.